И начался. Мечта сбилась. Хотя уже лето позади, но еще есть целый месяц, когда вы можете прогуляться по нашим российским коллегам. Но поскольку мы с вами отправились в путешествие на транспортном средстве, теплоход это транспортное средство повышенной опасности, и мы обязаны провести с вами инструктаж по технике безопасности и по правилам пользования спасательными жилетами. Инструктаж с вами проводит судоводитель Максим Мальков. Еще раз добрый день, уважаемые путешественники. Еще раз повторюсь, зал Юрины, то что мы находимся на борту транспортного средства повышенной опасности. И сейчас я вам расскажу, как правильно пользоваться спасательными средствами. Как видите, у меня в руках находится спасательный жилет. Он имеет яркую окраску, свет отражающий наклейки. Также вы можете наблюдать, что есть фонарь, который начинает работать при взаимодействии с водой. Если фонарь по какой-то причине перестает работать, вы используете свисток. Свистком необходимо свистеть в течение 40-45 секунд. То есть слышно вполне хорошо. Сейчас я подробнее объясню, как правильно надевать и пользоваться этим спасательным средством. С задней стороны жилета имеются два ремня, вертикальный и горизонтальный. Обратите внимание, мы произдеваем руки, беремся за вертикальный, а затем просовываем голову и подгоняем ремешок по своей фигуре. В каждой каюте имеются эти жилеты. Найдите, пожалуйста, свободную минутку, померяйте эти жилеты, подгоняйте по своей фигуру, попотографируйтесь и положите, пожалуйста, их на место. Они нам не понадобятся. Если вам где-то в какой-то момент придется пользоваться такими спасательными жилетами, допустим, будете кататься на банане или на каких-то катерах или лодках, в случае падения в воду или прыжок в воду необходимо держаться именно вот так, как сейчас держится Максим. Потому что при падении или прыжке в воду снизу будет жестокий удар по воде, и это значит будет по голове. И еще одно очень такое жесткое правило. В случае какой-либо тревоги, если вам необходимо будет срочно одеть спасательный жилет, спасательные жилеты открываются только на открытой площадке, только на палубе. Сами понимаете, в спасательном жилете, если резко поступает вода, человека может прижать к потолку, и он никуда не денется. Поэтому берем в руки спасательный жилет и выбегаем на открытую палубу. Это в случае тревоги. Но надеюсь, что у нас ничего такого не случится. Помимо, кроме спасательных жилетов, также на нашем теплоходе присутствуют две спасательные шлюпки и восемь спасательных плотиков. Вместимость каждой шлюпки по 16 человек, вместимость каждого плотика по 20 человек. То есть хватит планы на всех. Еще раз повторюсь за Аллой Юрьевной, то, что у нас такого, конечно же, не будет и не должно никак быть, и мы при всем желании не сможем утонуть здесь. Какого желать? Вот. И разрешите от лица судоводительского экипажа пожелать вам приятного отдыха и хорошего настроения. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня вы уже слышали голос нашего теплохода. Мы его называем «Золотой голос теплохода». Это наш экскурсовод по круизным теплоходам, по круизам по рекам, Александр Николаевич Пославский. Знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дамы и господа. Еще раз поздравляю вас с началом нашего круиза. Круиз небольшой, но я думаю, что доставит вам удовольствие. Мы пройдем около 600 километров по каналу имени Москвы и Верхней Волги. Посетим два города Ярославской области. Древний город Углич, который в этом году отметил свое 1077-летие. Ну и совсем другой по характеру, по нраву, уютный, маленький, самый маленький город Ярославской области, город Мышкин. Ну, завтра у вас напряженный день, экскурсионная программа. Завтра меня вы будете слышать мало, к счастью для вас. Но сегодня все-таки мы идем по каналу, и я постараюсь вам рассказывать о том, что мы проходим по берегам. Ну, и возвращаясь вот к предыдущему выступлению, я хочу сказать вам, чтобы вы не беспокоились. 99% нашего маршрута проходит по глубинам, не превышающим 5,5 метров. А высота теплохода 12,5 метров, так что утонуть нам при всем желании не удастся. Ну что ж, погода, вот сегодня прекрасный день, воспользуйтесь им, все-таки позагорайте. Последний день первого бабьего лета. Завтра, к сожалению, гидромедцентр обещает нам ухудшение погоды, возможно, даже дожди. Но не будем отчаиваться, все зависит от нас, наше настроение, наш отдых. В любом случае, я думаю, будет приятным и полезным, чего я вам желаю. Небольшая инструкция для тех, кто впервые у нас на борту теплохода. Питьевая вода у нас находится вот здесь по левому борту в Титане, там всегда горячая только вода. Если из Титана вода не идет, значит Титан не скипел. В кранах у нас вода не питьевая, убываться ей можно, зубы очистить можно, ничего страшного, фрукты мыть можно, но лучше ее не пить. Если вы захотите пить охлажденную питьевую воду, либо вы набираете в кувшин горячую воду и остужаете ее, в ресторане есть тоже охлажденная питьевая вода. И в верхнем, и в нижнем салоне ресторана, как заходите, с правой стороны всегда стоит кувшинчик с охлажденной питьевой водой. Можете воспользоваться водой там. С рестораном вы познакомились уже сегодня, вам понравилась наша еда. Мы надеемся, что у никого никаких страданий с желудком не будет. У нас только одно страдание от переедания. Еды дают достаточно много, и все очень вкусно, и все хочется съесть. Поэтому, если у кого-то проблемы с тем, что они не могут много съесть, но все вкусно и очень хочется, спросите, пожалуйста, в ресторане у проводников одноразовую посуду. Допустим, на завтрак вам дадут кашу и запеканку. Если вы все сразу не сможете съесть, запеканку можете взять с собой в одноразовой тарелочке и съесть тогда, когда вам удобно. Потому что иногда бывают большие перерывы между питаниями. Если кто-то что-то не ест, не потребляет свинину, допустим, или не может есть рыбу, заранее, пожалуйста, ознакомьтесь с меню, посмотрите и через официантов передайте ваши пожелания, чтобы вам заменили. Желательно это делать с утра, чтобы могли успеть там размородить рыбу или заменить свинину на что-то другое. Поэтому проблемы, я думаю, из этого не будем делать. Теплоход, компания Реслот только что купила этот теплоход в начале этого года. Поэтому вот он какой есть, такой мы его, как говорится, и взяли. Модернизироваться он будет по ходу действия. Поскольку он эксплуатируется, двигается, посадки у нас все хорошие, всегда каюты заполненные. Что-то развинчивается, что-то расшатывается, где-то унитаз потек, где-то кран потекает. Пожалуйста, не нервничайте пустяка. Мы с вами пришли отдыхать. И если что-то неполадки, подойдите сюда на рецепшн, обратитесь к бортпроводницам, они запишут неполадки, в течение дня все это устранится. Я думаю, что из-за этих пустяков не стоит тратить нервные клетки и расстраиваться. Все-таки мы с вами на отдыхе. Уборка кают производится в то время, когда вы будете на экскурсии. Поэтому при выходе в город мы обязательно сдаем ключи на рецепшн, а по возвращении забираем эти ключи. За 15 минут мы ждем вас на борту теплохода. Имейте в виду, даже если кто-то не окажется вовремя на борту теплохода, мы ждать не будем. Так же, как самолеты или печка, мы отправляемся вовремя. Поэтому, пожалуйста, следите за временем и приходите вовремя. Если вы задержитесь в Угличе и не успеете запрыгнуть на теплоход, доедете до Мышкина на такси, там ничего страшного. 3000, пожалуйста, вас за 30 минут довезут, и вы будете в Мышкине быстрее, чем мы на теплоходе. Но мы в это время пообедаем, а вы прокатаете 3000. Поэтому следите за временем. Мы постараемся вам немножечко увеличить время стоянки в Угличе. Обычно мы приходим на час раньше. Если нас не задержат никакие туманы, то мы с вами подойдем к Угличу в 11.30 и будем стоять там до 14 часов. Как говорится, два с половиной часа. Так у нас вообще по плану, когда идут два города в один день, двухчасовые стоянки всего лишь. А про экскурсионные программы я вам расскажу чуть позже. А сейчас хочу представить вам нашу арт-бригаду, которой руководит наша певица Наталья Косминская. Пожалуйста, встречайте. Она все равно. Добрый вечер. Ну, певица я потом. Самое главное, что я арт-директор нашей действительно прекрасной профессиональной группы. Я по образованию режиссер концертный. И поэтому у нас будут с вами мероприятия к настоящему интересные. Все будет зависеть и от вас, и от ваших талантов. Я бы хотела сказать несколько слов о наших программах. Любителям песен, вокальных, инструментальных ансамблей я сегодня вас жду здесь после ужина. Потому что я когда-то была солисткой ансамбле. И все песни, голубые гитары. Я думаю, нам будет, вот людям моего поколения, интересно вспомнить эти песни, вместе спеть, вспомнить нашу молодость. Но молодым, наверное, тоже познакомиться с таким жанром, как эстрадная песня 20 века. Затем мы вас каждый вечер будем встречать на корме нашего теплохода. У нас сейчас замечательная погода. И, конечно, зачем нам сидеть вот в этом помещении, когда можно пойти подышать на корме, попеть песни, познакомиться друг с другом и, конечно, потанцевать. И вот здесь вам будет большим помощником мой коллега. Ну, во-первых, он замечательный музыкант. Он закончил Нижегородскую консерваторию по классу фортепиано. И послезавтра, в третий день, он даст вам великолепный концерт, который называется «От классики до джаза». Это его первая профессия. Вторая профессия. Сегодня вам посчастливилось увидеть нашего Александра с маленькой камерой. Знайте, что в конце нашего путешествия вы сможете на экранах телевидения нашего теплохода увидеть фильм о себе. И знайте, что невидимая камера за вами следит. И потом вы себя увидите вот в таких путешественниках, которые будут и, надеясь, на экраны ваших телевизоров. Вы сможете приобрести эти фильмы. Александр еще является у нас звукорежиссером. А еще он замечательный диджей. Молодые девушки, прибегайте, пожалуйста, на дискотеке. И так мне остается только представить Александр Гришин. Это правильно, девушки. Надо так привести талантки молодых, красивых. А другому возрасту, милым, очаровательным леди Байзаковского возраста, позвольте представить другого очаровательного мужчину. Потрясающий души человек. Очень недаром мы мероприятие, связанное с его работой, назвали «Встреча с песней» «Душевное общение» и «Песни под баян». Итак, встречайте, Михаил Кубидонов. Это не Света Нина, его родная фамилия. Вот так, такой у нас красивый человек рядом с нами. Я уже сказала, что каждый вечер мы будем с вами встречаться на корме нашей баллы. И вот, пожалуйста, завтра мы вас приглашаем, несмотря на очень такую насыщенную туристическую программу, и все же вечером встретиться на развлекательной программе, которую мы назвали «Давайте познакомимся». И вот здесь все те, кто не успел получить сегодня шарик с желаниями, вы завтра можете их получить, вы получите еще и подарки. Приходите, это действительно будет развлечение, которое перейдет в замечательную, веселую дискотеку нашу. И еще я хотела бы вам такую вещь сказать. Есть ли у вас какие-то семейные, личные праздники? Пожалуйста, подходите к нам. Мы непременно отметим это из нашей радиорубки. Зазвучат ваши любимые песни. И мы, конечно, вас поздравим с вашим праздником. Ну что ж, еще бы я хотела сказать любителям такого жанра, чтобы помнили в последний день мы представим интересную беседу, чтобы вспомнили великого российского, русского певца, народного артиста СССР, лауреата государственных премий Юрия Гуляева. Пожалуйста, приходите. Ну, а мне только остается сказать, пускай самые три вот этих необыкновенных дня останутся вашей жизни самыми счастливыми. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Обращаюсь к курителям, тем, кто любит покурить, пожалуйста, прежде чем закурить сигарету на борту теплохода, имейте в виду, посмотрите вокруг, нет ли рядом детей, чтобы они не наблюдали ваше курение. Обратите внимание, что место для курения у нас имеется специальное на корме второй палубы. Там стоят напольные пепельницы. Это одно из лучших мест на теплоходе, отведено для курильщиков. Можете сидеть там, отдыхать и курить. А вот здесь, на главной палубе, вот на этой палубе, не разрешается ни гулять, ни курить, потому что здесь очень близко окна, дым идет в окна кают. Это неприятно тем, кто находится в каюте, не желает дышать табаком, это во-первых. И во-вторых, здесь техническая палуба. Мы с вами идем много по шлюзам, мы можем мешать шлюзованию, поэтому, пожалуйста, на эту палубу у нас не прогулочная. Гуляйте по второй палубе и можете подняться на шлюпочную палубу, там принимать солнечные ванны последних золотых дней осени. О экскурсионной программе. Я вижу много знакомых лиц, те, кто у нас уже бывал. Для тех, кто бывал на теплоходе, ходил по этому маршруту, уже ни один, ни два, ни пять раз бывали и в Угличе, и в Мышкин, в этом году компания «Речлот» предоставляет альтернативные экскурсии. Вот, например, в Угличе основная экскурсия, это у нас обзорная пешеходная экскурсия по городу, посещаем Кремль, церковь царевича Дмитрия на крови, палаты удельных князей и Спасо-Преображенский собор. Для тех, кто уже все это видел, все это слышал, мы предлагаем альтернативную. Альтернативную, это не платная, а бесплатная экскурсия, стоимость, она входит в стоимость вашей путевки. Это посещение музея городского быта с анимационной программой и посещение женского Богоявленского монастыря. Для того, чтобы я знала, сколько человек у нас пойдут на ту или иную группу, необходимо, чтобы вы сегодня записались. Напротив информационного стенда, вот здесь, на главной палубе, лежат два листочка цветных. На одном листочке мышки, на другом листочке углич. Пожалуйста, внимательно прочитайте и запишитесь. Пишем номер каюты и количество людей, желающих пойти на ту или иную экскурсию. Но имейте в виду, допустим, если в музее городского быта у нас запишутся 15, 22 или 25 человек, ну 25 мы еще сделаем экскурсию, но если меньше 20, то это меньшинство переходит в большинство. Экскурсоводов я заказываю после 25 человек. Поэтому... Да. А вот, когда изначально я заходил данный сплоход, там были эти листочки. Я там припометил это все. Листочки так там и лежат. А, на ней я пометил. Значит... Да, да, там фамилию не надо, только номер каюты и количество людей. А там все сделано. Замечательно. Замечательно. Такая же история у нас с вами и в Мышкине. В Мышкине, в общем-то, обе экскурсии включают в себя обзорную пешеходную экскурсию по городу. Но разница вот в чем. Посещение старинной мельницы, экспозиции амбарной мыши, русские валенки, дом ремесел, действующие козницы, гончарную мастерскую и этнографическая выставка Леона. Это как бы первая основная. Для тех, кто никогда не бывал мышцами, естественно, надо записываться в первую основную. А для тех, кто уже бывал, мы предлагаем также обзорную пешеходную экскурсию по городу, посещение старинной мельницы. Но здесь будет посещение особняка купца Чистова. Также экспозиция амбарной мыши и будет выставка купеческие лавки и древо жизни. Вот разница будет в этом. Дом купца Чистова, купеческие лавки, древо жизни. Поэтому, кто уже бывал на первой, записываемся на вторую. Если хотите на первую, пожалуйста. А у Мышкиной мы с вами стоим всего два часа. Но есть люди, которые бывали и там, и там, и уже ничего не хотят видеть, а просто погулять. Мы можем вам предложить дополнительные экскурсии за плату. Дополнительные экскурсии. Это предлагается дворец Мыши, построенный не так давно у Мышкина. Мышиные палаты, где вас встретят царь-мыш, царицы-мышью. Разыгрывают сценки, вас проведут по палатам. Познакомят. Есть там специальная комната с медведями, потому что это Ярославская область, а символ Ярославля это медведь. И самое интересное, в этом дворце зоопарк, настоящий мышиный зоопарк, где находятся за стеклом разные породы, разные виды мышей и крыс. Они в очень симпатичных варьерах, живут в домиках, в кувшинчиках. Если вы посмотрите, даже у кого было когда-то отвращение к этим животным, они вам понравятся, и вы будете относиться к ним более спокойно. 300 рублей стоит такая экскурсия. Она состоится при условии, если наберется 20 человек. И или автобусная экскурсия в контактный домашний зоопарк, где проживает страусиная семья, пони, мини-лошадки, мини-козочки, мини-овечки. Всех можно потрогать, погладить, покормить, пообщаться с животным миром. Это контактный зоопарк. Занимает эта экскурсия всего один час, вас сводят на автобусе, пообщаетесь, возвращаетесь, и у вас остается один час. И если вы желаете, то в течение этого часа вы также посещаете, допустим, музей русские варенки, дом ремесел, действующий кузницы, мастерской. В общем, у вас сокращается основная экскурсия до часа. У вас не будет такой обзорной экскурсии, вы не пойдете там в собор или к мемориалу, а пойдете конкретно в музей. Что успеете за час посмотреть, то и посмотрите. Это для тех, кто возьмет дополнительную экскурсию. Дополнительную экскурсию в мини-зоопарк вот этот, ну, тоже надо набрать группу, желательно, не менее 20 человек. Сейчас, после презентации, я приду на рецепшн и буду предлагать вам эти билеты. Стоимость тех и других билетов по 300 рублей. Ко мне есть какие вопросы еще по экскурсионной программе. Знакомство с капитаном не будет? Знакомство с капитаном мы, скорее всего, сделаем экскурсию в рубку. Экскурсию в рулевую рубку во время капитанской вахты. Его капитанская вахта с 12 до 4, и в это время постараемся сделать экскурсию. Хотя у нас завтра два города некогда будет знакомиться, а после завтра уже будет канал. А в канале они просят его не беспокоить. В канале сложность. он у нас очень гостеприимный, и если вы сегодня к нему до 4 часов успеете зайти туда, он принимает. Только попрошу вас, как говорится, имейте совесть, долго не задерживайтесь. чтобы не отвлекать его сильно. Так он не заражает, но можно зайти к нему, познакомиться, посмотреть, и вежливо удалиться, не задерживаясь в рубке, потому что они там все-таки работают. Есть какие вопросы ко мне? Почти все время будет экскурсия, да, почти свободного времени не будет. Мимо сувенирных лавок вы пройдете, в доме быта, если вы будете, купеческого быта, там тоже есть своя сувенирная лавка, если что-то хотите прикупить. Вот так конкретно времени, к сожалению, у нас на прогулке не будет. Мы планируем в 11.30, а дальше как? А Мышкин в 16.30. Мы возвращаемся, обедаем, как раз пока пообедаем две смены. У меня просьба к первой смене питания. Пожалуйста, не задерживайтесь. Как только услышали приглашение, быстренько идем в ресторан, кушаем, покидаем свое место, потому что надо убрать. В нижнем салоне ресторана у нас всего одна смена питания, а вот в верхнем салоне ресторана хотелось бы, чтобы побыстрее кушали и освобождали ресторан для второй смены. Потому что иногда на вторую смену мы оставляем только 30 минут на время питания, потом начинается экскурсия. Вот такая у меня к вам просьба. Есть еще какие-то вопросы ко мне? Погода у нас замечательная. Ну и разрешите как бы закончить нашу презентацию. Я хочу подарить вам свою песенку. Музыка. 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 И ваш круиз пройдет замечательно. Мы веселы, друзья, и давайте всем на теплоходе развлекаться и гулять. Мы не зависим от погоды, мы будем просто с вами отдыхать. Мы не зависим от погоды, мы будем просто с вами отдыхать. Хочу, чтоб все вам было здесь нужно и не когда вам было подскучать. Не будьте сахарящей природой, насладьтесь и начните отдыхать. Давайте всем на теплоходе развлекаться и гулять. Мы не зависим от погоды, мы будем просто с вами отдыхать. Мы не зависим от погоды, мы будем просто с вами отдыхать. Спасибо. Наши юные путешественники тоже будут заняты, с ними будут заниматься на детских программах. Пожалуйста, не стесняйтесь, приходите на детские программы, и с вами будет заниматься Максим Мальков. Я надеюсь, что все вам будет весело и видеть. Обратите внимание. Продолжение следует...